Здравствуйте! В эфире программа «Энергетика Якутии. Отраслевые новости». В студии Татьяна Каракулова. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Большой юбилей. 60 лет назад было организовано районное энергетическое управление Якутск Энерго. Саха-Энерго завершила строительство дизельной электростанции в селе Чапаево. В новогодние праздники энергетики будут работать в режиме повышенной готовности. Якутск Энерго празднует юбилей. 60 лет назад было организовано районное энергетическое управление. В него вошли станции и линии электропередачи, принадлежавшие разным предприятиям. Сегодня компания Якутск Энерго – одна из крупнейших на Дальнем Востоке, которая работает на территории сразу трехчасовых поясов. Репортаж Дмитрия Макарова. Провода линий электропередачи Якутии можно растянуть более чем на 20 тысяч километров. Это половина длины экватора Земли. Компания Якутск Энерго – одна из крупнейших в стране и обслуживает самую большую территорию. Условия во многом экстремальные. Морозы ниже 50 градусов. Именно поэтому надежность превыше всего. У нас очень много специалистов, которые отработали 20, 30, 40 лет. И не зря же говорят, энергетика – это не работа, это судьба. Поэтому люди преданы своему труду и своему делу, и это дает результат. Сегодня в Якутск Энерго есть все виды генерации, кроме атомной. Агрегаты вращают, сила воды на каскаде, газовые двигатели на станциях ГРЭС и ТЭЦ, а в труднодоступных поселках – дизельные электростанции. Им помогают энергии ветра и солнца. Но 60 лет назад все только начиналось. Работала Якутская ТЭЦ, а в районах – десятки небольших турбин, дизелей и локомобилей. Покосившиеся опоры, эти просторматорные пункты были некоторые на деревянных опорах. Все такое было, понимаете, какое-то неустойчивое и невнушающее доверие. Я думаю, елки-палки. Предпосылкой к созданию Якутской Энерго стало постановление Совета Министров РСФСР о мерах по дальнейшему развитию экономики Якутии. Этот документ разрешил местному совнархозу организовать районное энергетическое управление. Это была эпоха больших и уникальных строек, освоения вечной мерзлоты, новых видов топлива и огромных территорий. Наработан уникальный опыт, без которого современная Якутия невозможна. Без света жить плохо. Я люблю, наверное, здесь говорить, про энергетику вспоминают только тогда, когда нет света. Когда есть свет, про нее не сильно много кто вспоминает. Но мы сделаем все, что, действительно, может быть, жители не вспоминали. Это наша работа обеспечит надежное снабжение, причем современных технологических и эффективных решений. Сегодня ток, вырабатываемый крупными электростанциями, получают потребители, живущие далеко за пределами республики. Якутская Энерго имеет надежную связь с объединенной энергосистемой Востока. Выход на оптовый рынок – это большой успех и огромная ответственность. Главная заслуга нашей компании – это наши люди, это наши сотрудники, которые представляют каждый из них уникального высококлассного специалиста. Потому что в энергетике нет случайных людей. И люди, которые действительно преданы делу, преданы нашей компании, вопросам развития энергетики, они всегда были и есть и будут нашей компанией, за что им огромное спасибо. Юбилейный год энергетики Якутии завершают с новыми достижениями. Введены в строй сразу две крупные подстанции – в селе Сунтар и пригородном поселке Марха. Завершается проектирование высоковольтной линии Сунтар-Нюрба. И почти каждый день на территории Якутии подключают новых потребителей, для которых важен труд людей, посвятивших свою жизнь самой светлой профессии. 60-летним юбилеем коллектив компании Якутская Энерго поздравил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что энергетики Якутии стабильно развиваются, повышается качество оказываемых услуг, реализуются масштабные инвестиционные проекты. Свой профессиональный праздник вы встречаете с заметными достижениями в развитии энергетического потенциала Якутии, вводом в эксплуатацию новых объектов и мощностей. Сегодня перед нами стоят самые серьезные задачи по обеспечению Якутии надежным электроснабжением по развитию возобновляемой и альтернативной энергетики. Убежден, что якутские энергетики и впредь будут вносить свой значительный вклад в обеспечение энергоэффективности и повышение доступности энергетических услуг в республике, а значит дальнейшее развитие региона и страны в целом. Также важно в полной мере использовать огромный опыт ветеранов отрасли, их знания и трудовые традиции. Я желаю нашим энергетикам успехов и поздравляю с приближающимися праздниками! Сахаэнерго завершила строительство дизельной электростанции в селе Чапаево Олегминского района. Сейчас она работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Установленной мощностью 1020 кВт достаточно для снабжения всех потребителей. Открытие новой станции для жителей села Чапаево стало настоящим праздником. Этого события здесь дали давно. Конечно, мы планируем получить эффект в виде снижения удельных расходов, снижения потерь, снижения расходов. И, помимо этого, самое главное, для нас это надежное обеспечение наших потребителей электрической энергии. Якутск Энерго каждую неделю подключает около сотни новых потребителей. Среди них жилые дома и социальные объекты. В этом году список крупных абонентов пополнили новый республиканский кардиоцентр, театр в Нюрбе и физкультурно-оздоровительный комплекс. Как приходит свет и тепло в нашем следующем видеосюжете. Торжественное открытие Нюрбинского государственного драматического театра как результат большой работы строителей и энергетиков. Для того, чтобы подключить к электрическим сетям большое здание, предстояло возвести новую трансформаторную подстанцию и воздушную линию. Все энергооборудование современное. Защита от коротких замыканий и перегрузок. Нюрбинский театр – один из знаковых новых объектов для энергетиков, но не единственный. В уходящем году среди крупных – республиканский кардиоцентр, спортивные образовательные учреждения, а также сотни жилых домов. Обществом исполнено более 6 тысяч договоров технологического присоединения. Для этих целей выполнено строительство более 200 километров длинной передачи, различного класса напряжения, введена новая трансформаторная подстанция, выполнена реконструкция объектов сетевого хозяйства. А этому социально значимому потребителю техническое присоединение было сделано еще полвека назад. Максоголовский хлебозавод каждый день вытекает в 3000 булок хлеба. Производство энергоемкое, но здесь не помнят случая простоя из-за отключения света. Нашему хлебозаводу подведено две электролинии, две электролинии, которые в случае неисправности или ремонтных работ у нас мы всегда остаемся с электричеством, и это очень важно для нас. Неважно, когда был подключен потребитель. Для энергетиков главное – его бесперебойное снабжение. Но краткосрочное отключение – это тоже часть технологического процесса. Нового абонента невозможно присоединить без обесточивания линии. Семья Сарамятниковых Новый год будет встречать в новом светлом доме. Несмотря на то, что он находится среди дачной велюзконтракте, так называемый техпресс произведен без проблем. Это очень просто. Мы написали заявление, и в течение 10 дней сразу приехали, подключились. Все очень быстро. Нам сразу предложили три фазы. Я слогасился. Все. И так у нас этот электрокотел трехфазный. В новом году энергетиков тоже большие планы. Необходимо подключить многоэтажки микрорайона «Звездный». Для этого будут построены несколько трансформаторных подстанций. В селе Сунтар готовятся к сдаче канализационные честные и новая котельная. А сколько частных домов заранее и не подсчитать? Ясно одно – новые потребители, как и прежде, будут появляться ежедневно. «Якутск Энерго» присудила именные стипендии студентам Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета. Будущим энергетикам премии вручил первый заместитель генерального директора, главный инженер Игорь Шкурхо. Ежемесячные раздвоименные стипендии получили студенты третьих и четвертых курсов, достигшие наибольших успехов в учебе. Стипендии выдаются самым лучшим студентам, которые проявили себя с лучшей стороны в учебе, научно-исследовательской деятельности, в общественной работе. И, конечно, это поддержка для студентов. «Якутск Энерго» многие годы плодотворно сотрудничает с физико-техническим институтом при подготовке квалифицированных кадров в сфере энергетики. Тем самым поддерживает полезные исследовательские работы и ведется мотивация к трудоустройству «Якутск Энерго». В новогодние праздники энергетики будут работать в режиме повышенной готовности. Составлены графики дежурственного персонала, назначенные ответственность числа инженерно-технического состава. В январские каникулы потребление электричества возрастет, особенно в канун новогодней ночи. Поэтому для большинства энергетиков праздники – это обычные будни, а дежурство в новогоднюю ночь ничем не отличается от других смен. На сегодня у меня все новости, а мы увидимся уже в новом в 2023 году. Всего доброго, тепла и света вашему дому! Субтитры подогнал «Симон»!